Дай почитать. С каким интересом вглядываешься в повседневную жизнь наших предков? Что носили, как выглядели, как развлекались, что ценили? И вот издательство АСТ при участии Союза филокартистов России выпустило книгу «История в открытках. Путеводитель по прошлому». Составитель Вдовина. Кстати, официально открытые письма, так первоначально назывались открытки, появились в России в 1872 году и выглядели, как пустая карточка для письма. Но к концу XIX века с одной стороны стали печатать различные изображения, популярные картины художников, виды городов, народные костюмы, обычаи, гуляния, популярные актеры, ангелоподобные детеныши, даже карикатуры и острые шутки. Сегодня это любопытнейший материал, повествующий об ушедшей жизни. Книга делится на разделы. Появление на свет, воспитание, праздники, развлечения, застолье, любимцы, мода. Их иллюстрирует 37 открыток и фотографий. Интересно и содержание книги познавательное и трогательное. Вот рассказ о колыбельке, которую называли по-разному. Люлька, зыбка, качалка, баюколка, колыска. А вот первая коляска для малышей появилась в 1733 году по заказу третьего диванширского герцога Уильяма Кавендиша. Одна из русских детских колясок стала звездой фильма «Броненосец Потемкин». До семи лет одежда девочки и мальчика практически не отличалась, поэтому определить, где на открытке мальчик и где девочка, довольно сложно. Повзрослев, мальчики-дворяне учились в кадетских училищах, гимназиях, а затем в университетах. Дети купцов в коммерческих училищах. Для девушек существовали институты или курсы благородных девиц. Все должны были носить форму. Для крестьянских детей были земские школы, где учились три года и помимо письма, чтения четырех правил арифметики и закона Божьего, изучали элементарные курсы истории, природоведения и географии. А представляете, как воспитывать своих чад в многодетной семье, допустим, крестьянина Федора Васильева, жившего в XVIII веке в Ивановской области, ранее Шуйский уезд. Его первая жена родила ему 69 детей, 27 родов. Кстати, 67 выжили, а вторая жена родила 18 человек, 8 родов. До сих пор живы их потомки. А вот обычай украшать елку и класть под нее подарки пришел из Германии. Но наши святки с пением рождественских гимнов, калятками, переодеваниями то в медведя, то в козу, то в волка – не менее чудесный обряд. Вот такая занимательная история в открытках «Путеводитель по прошлому». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!